Девушки отдыхают 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 И она оттуда тоже этой ночью столько воды выпила, что это капец. И утром я поднималась несколько раз, потому что она просила водичку с крана. И потом в течение целого утра тоже выпила несколько раз. Первый раз она меня где-то разбудила в 5.50. Это я ей дала водичку потом в 7.25. И с тех пор уже, наверное, тоже раза 3-4 пила водичку из крана. То есть кошка пьет, хоть там мы ей покупали специально водичку, этот Солан-де-Каврас, что она любит. И тоже 2 раза в день меняли ей свеженькую водичку, постоянно подливали. То есть ее тарелочка была постоянно с водичкой свеженькой. И она там хорошо пила, но как будто-то не очень допила. И пьет очень много водички. Но у нас здесь водичка очень вкусная в Сан-Себастьяне. Мы целое лето, так сейчас зимой будем использовать специальную эту кружку-фильтр. Но только для того, чтобы вода отстаивалась и не пить холодную воду из-под крана. А так целое лето мы пили воду из-под крана. И она у нас прям супер-супер вкусная, свежайшая. Как будто с какого-то источника где-то, я не знаю, в селе, в горах вода в Сан-Себастьяне очень вкусная. Даже у нас власти рекомендуют пить ее и подавать ее в ресторанах. И она, видно, соскучилась за нашей вкусной водичкой. А также спать. Спит. Это капец. Столько стресса кошка пережила. Хотя достаточно хорошо она там была. Особенно кровать. Отельные кровати ей нравятся очень. Она их обожает. Вот кровать дома, только если она без нас, она ей нравится. А там то ли потому, что очень много места, то ли что. Но там она спала с удовольствием с нами. Ладно, пускай спит. Вот так вот выглядит наша машинка после путешествий. Короче, здесь есть что мыть и пылесосить. А ты крем взяла? Да. А? Да, взяла. Да. Для этого автомата нужно брать вот такие вот монетки. Одна монетка стоит 1 евро. Потом для пылесосов тоже есть специальные монетки. Тоже 1 евро стоят. Здесь мы использовали 3 монетки. А для пылесоса 2. Да и четвертую используют. Ага, значит здесь мы используем 4 монета. Чтобы хорошо вымыть нашу машину. А здесь автоматические. Здесь тоже идут монетки. Одна монетка стоит 5 евро. Ставите здесь 5 евро. И оно моет машину. Но мы сегодня не брали автоматику. Потому что нам нужно было хорошенько помыть машину. И машину мы моем обычно на этой заправке. Авиа, которая находится недалеко от коммерческого центра Гарбера. Ну и конечно же она находится недалеко от нашего дома. Ну хотя когда мы жили чуть дальше, мы все равно приезжали на эту заправку. Здесь стоит знак, что нельзя мыть собак. Ну и там еще дальше возле заправки есть другие автоматы, которыми... Где можно почистить лучше диски и всякое такое. Другие услуги. Все, мы в чистенькой машинке. Теперь можно ехать за покупками. Вашан. И здесь, как всегда, всякие распродажи на входе сразу. Сегодня вино распродажа. Также есть сыр. Что за сыр? Беларди. Это хороший сыр. Так, вот такая головка. 15,59. Половина, 7,05. Прикольно придумали. О, еще там есть сыр. Этот я не знаю. Мы набрали прям целую тележку еды. Там есть и мясо, и рыба, и овощи какие-то, и яйца. Пиво. Ну, короче, набрали очень много всего. Уф. И покупку мы сегодня сделали на 346,66 евро. В этом пакетике рыба. Я ее покажу потом. Здесь я уже поставила кухонные полотенца. Печеньки Адриан взял себе на завтрак. Макароны. Две упаковки. Детка мандаринчиков. Я не знаю, какие они сейчас будут, но должны уже быть хорошие. Кусал тисона. Пачку овсянки. Спагетти. Колбаска румынская вкусная. Сыр фета. Желе. Я набрала много в последнее время. Я не знаю, почему, но постоянно его хочется. Йогурт и Адриан вот такие взял. Снаки с морскими водорослями нам нравятся. Кушать, например, можно и есть с лососем, с хамоном и всякое такое. Собственно, сам лосось. Сардинки и крем фреш, который очень жирненький. Похож на нашу сметанку хорошую. Мы взяли бургеры километру сэру. Очень вкусные, которые нам нравятся. Взяли три упаковки. Опять же, желе. Лосось. Печеньки кампурианос, которые нравятся Адриану. Также сметанка для готовки, для пасты. Там всякое такое. Взяла более жирненькую и более обезжиренную. Уховки салата. Также вот салат вот такой, который называется Коросон из Далечуга. Целую желтую курицу, которая стоила 8,87. 85. Потом взяли две ляжки. Крылышки. Адриан все просит, просит, чтобы я сделала в духовке. Я все как-никак не хочу с ними играться. Но так как сейчас есть время, решила взять. И потом еще, я не знаю, тоже какое-то куриное мясо. Потом взяли фасоль банка. Две банки красной фасоли. Она уже вареная. Банку белой мелкой фасоли. И чечевичку вареную. Также взяли свежий сыр. Сыр твердый, копченый. Взяли крыльяночку для фасоли. Взяли упаковку фарша. Где-то еще есть одна. И также взяли мочалки, чтобы для посуды. Сухарики для упаковки, которые тоже можно покушать с супчиком, с лососем, с хамоном потом. Оливковое масло. Урсанты. Это мы уже знаем. Хорошее масло. Это взяли попробовать, потому что оно более дешевое. Может и хорошее. Взяли банку томатного соуса, томатной пасты. Также там еще есть лосось у нас. Оливки. Это какие-то кальмарчики, осьминожек. И пармезан. Крошка пармезанная. Взяли бутылочку вина какого-то. И также взяли бутылочку сидры. Здесь еще мясо куриное. Потом свиное мясо. И вот это вот теленок. Два стейка таких больших. Такое вот мясо, оно уже сразу с приправами для фасоли. Еще фарш. Еще мясо кусочком. Это тоже говядина. Это индейка тоже для фасоли. Или просто так можно поджарить. Опять же говядина. Два стейка. Толстеньких. И здесь у нас хлеб, яйца, помидоры. Потом там молоко, оливки, кексики. Адриан еще взял какие-то два рулета, редиска, соус. Флан. Кока-кола в стеклянной бутылке. Пиво. Аламбро. Там четыре бутылочки. Здесь фланы. Флан яичный, флан творожный. Этот крем. Очень вкусный. Это типа крем, типа уксусный крем, что-то такое. Но оно очень вкусно. Картофель. Лук. Большая упаковка. И вот такие вот перчики мы взяли. Здесь паржа. И все. Это вся наша покупка. Ну, много продуктов, конечно же. Петрович, мы здесь. Вы что здесь делаете? Как наша команда вчера в ТВЗ оказалась? Если сейчас не выиграешь, никакого сезона не удача. Кристина к тебе никакого отношения не имеет. Фотка в твое утрождение взяла. Как смотрит. Не смотри так близко возле телевизора. Глазки испортишь. Да? Мы взяли чепиронес. Это такие маленькие кальмарчики. И сейчас нам нужно это все почистить. Я думала, что они там чистят. Но девушка сказала, что нет. Что они очень маленькие. Это занимает очень много времени. Так что они не чистят только рыбу. В принципе, кальмары большие. Я когда-то чистила. Знаю, как это. А вот такие маленькие. Но я думаю, что приблизительно так же. Так что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, общими силами мы наконец-то почистили эти мини кальмарчики. И я думала их делать на гриле. Просто с чесночком. Но потом решила сделать типа в соусе. Что-то такое. Или с луком. Обжарю сейчас лук. Посолю его. Добавлю эти кальмарчики. Потом добавлю чеснок. Это все потушу. И все это мы будем есть с картофелем. Картофель просто сварили в мундире. Сверху сливочное масло. Тоже чуть-чуть соли. И чуть-чуть петрушечки сухой. И все. Укропа нет. Был бы укроп. Был бы вообще классный. Все. Наш ужин готов. На вид чуть-чуть странновато. Но на самом деле очень вкусно. Этот соус очень пахнет чесночком. Такой чесночный. Ну и кальмарчики. Так что пойдем кому-то ужинать побыстрее. Кстати я вам совсем не показала какую рыбу мы купили. Потому что прибежали с магазина уже голодные. Быстренько все разложили. И приготовили себе обед. Сделали по две котлеты и салат. Эти гамбургеры. И как-то совсем было уже не до камеры. Ну в принципе у нас по рыбе стандартно. Один лосось целый мы взяли. Потом взяли форель. Две штучки. Взяли три дорады. Потом взяли креветки. Один килограмм. А также взяли вот эти вот кальмарчики. Маленькие. Которые мы делали на ужин. Так что сейчас можно сказать, что рыбой мы обеспечены. И также я вам еще не сказала. Адриан же сегодня ходил к доктору. И завтра он будет идти. Ему будут вытаскивать пробку. Потому что у него там пробка есть. Так что хорошо, что капали это масло. Потому что эту пробку ему смогут удалить так быстро. Если нет, то нужно было бы капать это масло. Чтобы его потом не болело, когда будут вытаскивать эту пробку. А так это сделают уже прямо завтра. И возможно он начнет уже слышать наконец-то. А то это ужас. Ну а также, как я вам уже говорила, что у нас есть для вас кое-что. И сейчас мы это распечатаем, посмотрим и разыграем. Вот такие вот три подарочка у нас для вас. Мы очень старались, очень долго искали, выбирали. Вот такая вот хорошенькая рамочка. Пять на семь. Очень качественно сделана. И очень так красивенько. Здесь есть вот такие вот рыбки со спасательным кругом. Потом дальше веревка типа. Ракушка. И такая качественная работа. Тут даже Микочка пришла. Да, Микочка, тебе интересно, что у нас для наших подписчиков, да? Потом вот такой вот брелочек Плая Де Ару. Тоже симпатичный. А также, когда мы были в городке Каакес, этот, который белый-белый, мы взяли вот такую вот красивую открытку. Единственное, что мы забыли, это взять для себя какой-нибудь магнитик из Рупита. И там же я также думала взять что-то для вас. Но в конечном итоге как-то мы находились и совсем забыли взять. Так что с Рупита уже совсем ничего нету с того древнейшего городка. Но ничего, возможно, мы туда еще когда-нибудь вернемся. Городок красивый, можно повторить. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно быть обязательно подписчиком этого канала. А также оставьте в комментарии комментарий. Например, участвую, или привет, или еще что-нибудь. И вы уже автоматически будете участником розыгрыша, участником этого конкурса. Ну и разыграем мы этот подарок ровно через недельку. То есть следующее воскресенье выйдет видео с результатом. Так что участвуйте, не стесняйтесь. И всем желаю удачи. Ну а я на этом буду с вами прощаться. Мы уже никуда не будем выходить, ничего не будем делать. Единственное, что будем смотреть какой-нибудь фильм сейчас с Адрианом. Спасибо, что просмотрели это видео. Не забывайте участвовать в конкурсе. И всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова